Музыка Вот по доброй традиции в преддверии дня памяти и скорби мы встречаемся здесь, на Кенишемской земле. Сегодня мы с вами отдаем дань нашим с вами землякам, те, которые ушли на фронта Великой Отечественной войны, тем, кто сражались в тылу и здесь ковали победу нашей армии. Наверное, как в любом населенном пункте, так и в нашем городе, в каждом микрорайоне есть вот подобные обелиски, где высечены имена наших защитников, наших земляков. И сегодня эта встреча – дань памяти и уважению их подвига. Мне очень приятно сегодня приветствовать на нашей земле тех, кто приехали из других населенных пунктов нашей Ивановской области, потому что вклад ивановцев и нас, земляков, очень большой. И в победе Великой Отечественной войны всей страны есть вклад наших воинов, тружеников тыла, детей войны, блокадников, узников концлагерей. И наша священная задача сейчас – помнить об их подвиге. Поэтому сейчас с нами, наши кадеты, наше подрастающее поколение, именно в их руках будет находиться будущее нашей страны. И какими они вырастут, настоящими гражданами и патриотами нашей Родины, зависит сегодня от нас, взрослых. Я очень надеюсь и уверена в том, что, слыша из уст наших ветеранов, боль, перенесенную в те мучительные годы, оставит в их сердцах неизгладимый след. И они, как и вы, уважаемые ветераны, будут любить свою малую и большую Родину. И не дай Бог, если придется встать на рубеж защиты нашей страны, они это сделают смело, как сделали вы, наши деды и прадеды. Мне хочется всем ветеранам Великой Отечественной войны низко поклониться за ваш подвиг, пожелать вам всем доброго здравия, бодрого настроения, чтобы каждый ваш день был окружен заботой ваших близких и родных. И, конечно же, от всех от нас вечная память нашим героям и вечная им слава в эти дни, в дни памяти и скорби. Нам очень приятно, что сегодня эта встреча проходит в юбилейный год нашего города. В этом году Кенишеме исполняется 515 лет. У нашего города славная военная история. В этом году исполнилось 410 лет битвы наших земляков с польско-литовскими захватчиками. Это было в 1609 году. И за эти столетия кенишемцы не раз вставали в борьбе за свободу нашей Родины. Я уверена и надеюсь, что мы достойно несем те боевые традиции, которые были заложены нашими предками. Каждый год в канун 22 июня мы встречаемся у памятных мест, чтобы вспомнить события начала самой, наверное, кровопролитной войны в истории. Мы вспоминаем, сколько ужасов, тягот и лишений пришлось пережить нашему народу. Мы вспоминаем миллионы жизней, которые положены на алтарь победы. Это не просто дань традиции. Это дань уважения к народу-победителю. Это дань памяти, прежде всего, к своим близким, тех, кто воевал. Меня ушли на фронт оба деда. И только одному посчастливилось прийти домой. Это необходимость еще и как патриотическое воспитание молодого поколения. Чтобы знали, чтобы помнили и чтобы никогда не допустили. Дорогие ветераны, низкий поклон вам за то, что мы есть. За то, что освободили родину от фашистского игоря. Желаю вам всем здоровья. Живите подольше. Я сейчас ехал на машине. Мне позвонил Юрий Валентинович и просил передать вам самые лучшие пожелания. А самое главное – здоровье. Самое главное, что вы жили. Самое главное, что вы выступали перед молодежью и рассказывали о войне. Дело в том, что Ивановская область внесла огромный вклад. Я не шиваюсь. Огромный вклад в победу. У нас более 150 человек-герои Советского Союза. Это редкая такая область у нас. У нас 5 маршалов Советского Союза мы воспитали. 5 маршалов. Где я вот не выступаю? В Ятке, в Казани, в Москве, в Санкт-Петербурге. Там просто удивлены этому. У нас 5 маршалов Советского Союза. И главный из них Василевский, главный стратег, уже признан во всем мире, главный стратег. А Жаворонков? Кто предложил Сталину бомбить Берлин в 41-м году, когда немцы у Москвы были? Это наш земляк. Я написал сейчас книгу «Ивановские маршалы победы». Надеюсь, что она выйдет вовремя к 75-летию. Я хочу сказать, что Ивановская область, Иваново, сейчас только стало недавно известно, выпускала «Катюши», «Катюши», самое грозное оружие. Ну и, естественно, снаряды мы выпускали, мины выпускали и так далее и тому подобное. Мы в первый год войны приняли, первый год войны Иванову принес 355 тысяч беженцев. 355 тысяч. Из них 122 тысячи детей. И знаете, шалоны приходили, а там мертвыми были от 2% до 24% мертвых детей. Надо было все зарегистрировать, надо и так далее и тому подобное. И вот мы несколько лет назад с Сайкиным Сергеем Владимировичем поставили памятник в Иванове детям блокадного Ленинграда, которые приехали уже мертвы в город Иваново. У нас самая лучшая работа НКВД была, самые лучшие работники. Не случайно у нас начальник НКВД Ивановской области стал начальником НКВД Куйбышевской области. А Куйбышев, как известно, во время войны стал столицей Советского Союза. Я могу очень много рассказывать о нашем вкладе. Ну, читайте мои книги. У меня по войну нам 40 с лишним книг выпущены. Я еще раз хочу пожелать нашим ветеранам самого лучшего, хорошего настроения и всегда бодрым быть бодрым. И еще раз повторяю, поступать перед молодежью. Так они тянутся к этому делу. Знаете, вот дня нет, чтобы не было звонков. И не только из Ивановской области. Вот мне там целый автоуст пришел из Владимирской области. Все хотят узнать о войне. Потому что Владимирскую область знать надо. В вашем составе Ивановской области, как и Костромская область до августа 44-го года. Еще раз всего наилучшего. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Уважаемые ветераны Великой Отечественной. Блокатники Ленинграда. Кузники концентрационных лагерей. Труженики тыла. Дети войны. Дорогие гости. 22 июня. Это, пожалуй, самый трагичный день в нашей стране. Это день начала великой трагедии. И вместе с ним великого подвига нашего народа. 78 лет назад наша страна вступила в смертельную схватку с самым коварным и беспощадным врагом немецким фашизмом. Каждый день Великой Отечественной войны проникнут мужеством и самопожертвованием наших солдат. Мужеством и героизмом дружеников тыла, которые поковали победу в тылу. Практически во всех фронтах, во всех видах вооруженных сил Красной Армии воевали наши с вами земляки. За годы Великой Отечественной войны Ивановская земля направила на фронты более 316 тысяч человек. Более 180 тысяч были награждены орденами и медалями. 157 человек удостоены звания Героя Советского Союза. 22 стали полными кавалерами Ордена Славы. И сегодня мы вспоминаем тех, кто не вернулся с кровавых полей тех сражений. Тех, кто был замучен в застенках концентрационных лагерей. Тех, кто умирал от голода в Ленинграде. Тех, у кого коричневая чума фашизма отняла детство. 22 июня во всей стране будет проводиться военно-патриотическая акция для увыковечивания памяти всех погибших в той войне. Ровно в 12.00 с воинских захоронений будет браться земля, помещаться в кесеты наподобие бывших солдатских. И эта земля будет помещена в гильзах из-под снарядов на Аллее Славы возле храма Вооруженных Сил в парке Патриот. Вечная память тех, кто не вернулся с той войны. И низкий поклон всем вам, ветеранам. Спасибо за внимание. И в будни на строгих кителях и пиджаках носите ордена, чтобы видели вас люди, вас, вынесших войну на собственных плечах. Память, память, ты снова возвращаешь в тот год И на стерочках новых необстрелянный свод Он по улицам сонным уходил на войну В том далеком, шестом, сорок первом году Помоги им живыми возвратиться домой Дай им силы безмерной, вражью стаю сломить Чтоб вернулись с победой Чтобы жить не дужить Я не знаю, быть может Кубин в полных болот Обновил гимнастерки Не обстрелены в свод Новопранцев Об неравном бою Сегодня мы с вами собрались, чтобы вспомнить те Года 22 июня, когда началась война Ведь это каждый из ветеранов Встретил войну по-своему Кто-то уже сдал экзамены И готовился работать или поступать в учебные заведения Кто-то собирался служить в армии В общем, планировали все свою жизнь Но случилась война И кенишемцы, как всегда В первых рядах Выступили на защиту своего отечества Ведь написано в конституции Было и Советского Союза И Российской Федерации Что защита отечества Это священный долг каждого гражданина Кенишемцы В первый день войны 22 июня По данным военного комиссариата По архивным данным военного комиссариата Было призвано 457 человек В первый день войны А в первую неделю 2059 человек Люди Шли на войну Защищать свою родину И это нормально И это Хорошо для государства Потому что они Очень любили свою родину У меня Отец Тоже участник войны Раненый Инвалид войны Вернулся Слава Богу Рассказывал мне Что Когда идешь в бой Защищать свою родину Не думаешь о жизни И ведь Действительно Сколько людей погибло Чтобы защитить нашу родину Нашу Кенишему Нашу Ивановскую область И давайте мы с вами Не будем забывать Эти потери Потери ради чего Ради нашей свободы Нужно рассказывать Молодежи О подвигах Своих близких О своих подвигах Носить медали Не стесняться Даже самые маленькие За незначительные подвиги Но надо Говорить о том Что Я старался Я защищал свою родину Я принес родине Пользу За это у меня Вот эта награда Или просто Я защищал свою родину И я старался Ее уберечь Будучи На фронте Или в тылу Особо хочется сказать Что ведь Дети Войны Есть такое Понятие Название А они Маленькие совсем Как они страдали Во время войны И сейчас Насколько я знаю Разрабатывается закон О том О том Чтобы Все таки Принять им Достойные льготы Государство Обращает внимание На защитников Отечества И это я считаю правильно Вечного Мирного неба Всем нам с вами И вечная память Погибшим защитникам Родины Советского Союза Погибшим за родину В Великой Отечественной войне Редактор субтитров А.Семкин